здравствуйте дорогие друзья вас снова приглашает маэстро мажор я в некотором смысле бесконечно счастлива от того что я объявила конкурс о том что вам вообще интересно конкурс продолжается я на этом настаиваю потому что теперь все ваши предложения я записываю в отдельную тетрадочку и даже если вы вдруг не станете победителем конкурса для меня вы уже победитель по той простой причине что я понимаю что вас интересует такое разнообразное количество всяческих вопросов а потом же вы мне всегда подкидывайте свежие идеи для последующих видео поэтому дорогие мои друзья проявляйте фантазию говорите что вам интересно я буду постараться реализовывать собственно говоря все ваши пожелания если конечно я в состоянии это сделать ну и тут уже самом начале говорится ничто мне не мешает дорогие мои друзья ответить на первый душесчипательный вопрос почему наш канал называется маэстро мажор мы долго дорогие мои друзья мудрили как себя назвать но то что мы собирались стать маэстро это само собой разумеется маэстро в моем понимании очень приятное позитивное слово которое настраивает на то что я собираюсь вам рассказать что-то такое в чем смысле понимаю и хочу донести до вас темы совершенно разнообразные и сама начинка канала она сразу определила что это будет в основном говорится за жизнь за дом за взаимоотношения за астрологию то есть темы всячески были разнообразные в любом случае они полезны каждому человеку вне зависимости от профессии возраста национальности или каких-то там еще предпочтений поэтому я считала что я таким образом могу достучаться до всех и до каждого ну значит маэстро мы все разобрались а коли в основном за дом и за житейское то собирались назваться мажор дом мажор дом это главный в доме распорядитель домашнего хозяйства человек который знает как вести хозяйство как оно должно процветать и так далее но назывались мы мажор домом но у ютуба все просто а кусочек оторвался по дороге и получился маэстро мажор но я дорогие мои друзья от этого еще более счастлива появилась некоторая нотка веселья который нам не хватает в жизни позитива так что я маэстро мажор от этого счастлива и слава богу вы меня уже знаете под этим именем этим ником и названием в общем как как не назови но наша яхта получила благоприятное имя и торжественно плавает по просторам интернета но моя тематика насчет конкурса и название это было просто вступление а сейчас продолжим о том что должно быть на вашей даче или если вы живете в частном секторе все непременно и обязательно есть вещи без которых ваше комфортное пребывание в частном секторе практически невозможно я и это говорю не потому что я умничаю а потому что я эти вещи быстро дала я знаю о чем я говорю вот сейчас вы находитесь в летней кухне которая получила уже достаточно всяких комментариев от свинарника до полезного помещения исполнение моё в моей летней кухне а связано с тем что после стройки остались уже стройматериалы которые легче было бы выкинуть но поскольку в этом доме ничего никто не выбрасывает из сего делается конфетка то в результате из оставшихся материалах полубитого кирпича каких-то там моя знаю историй получилась летняя кухня для чего она вообще нужна и не моем исполнении а вообще дело в том что дорогие мои хозяйки находясь частном секторе выращивая овощи имеем возможность консервировать или просто на свинячек а потом убрать со временем слово на свинячек это несколько любительно это тот процесс скоростной готовки когда например у вас есть короткий промежуток времени и некогда убрать она потом у вас она появится это время и вы придете уберете летняя кухня позволяет все это делать откладывать какие-то моменты причем это ваше личное пространство дорогие мои хозяйки туда никто не должен заходить без нужды и где вы можете скрыть то что вы не успели по каким-то причинам это очень важная местечко которая будет вами эксплуатироваться самой ранней весны и уйдете вы отсюда где-то уже в ноябре когда извините будут морозы а если вы еще догадаетесь поставить сюда дровяную печку которая была у меня но я ее перевезла на дачу такая стационарная в общем то я еще дай бог покажу вам ее как она выглядит то вы могли бы протапливаться и посидеть тут чуть ли не до декабря это помещение необходимо здесь можно консервировать здесь можно готовить есть а на вашей основной кухне в основном доме всегда будет чистота и порядок и вам полгода не придется надраивать это помещение после душесчипательных приготовления например той же самой консервации на это уходит время на это уходит вся жизнь так что моя летняя кухня меня спасает как ее оснастила опять же оснастила напоминаю я его слепила из того что было но кое-какие моменты для того чтобы здесь комфортно было допустим вы можете взять себе на заметку что у вас должно быть летней кухне для того чтобы вы могли себя чувствовать защищенно уютно но и полезно ну давайте заглянем сюда поближе прошу пожалуйста не комментировать внешний вид моей кухни это моя кухня это просто на моем примере легче потом объяснить для чего нужно то или это но естественно это печь у меня здесь подводка газа поэтому естественно у меня стоит газовая печка электрическая духовка печка комбинированная роскошная печка и исключительно печет сюда конечно летнюю кухню можно и попроще поставить но поскольку я часто выпекаю на лето я ее ставлю для того чтобы чувствовать себя комфортно рядом конечно рабочий стол причем этот стол мы сварили сами мы это я громко сказала мы пахали но во всяком случае идея моя исполнение опять же нашего домашнего умельца он же оператор он же в общем вы помните как это в известных фильмах он же это и то и все 5 10 но мне повезло скажем так для того чтобы комфортно было работать естественно вот здесь вот у меня расположены ножи потому что ножи всегда должны быть под рукой поэтому наборы всякие разные такие эдакие прочее солянка естественно вот ну и такая мелочь почему у меня висит зеркало сейчас не буду рассказывать в конце видео расскажу здесь кухонный комбайн друшлаг обыкновенные книжные полки дорогие мои друзья которые мне сейчас выполняют роль того иного в общем-то предмета для того чтобы я могла комфортно поставить свою посуду здесь у меня секции собственно говоря специй так далее да некоторые говорят здесь ничего невозможно найти но я просто знаю дорогие мои друзья где у меня что расположено поэтому я здесь не хожу как слепой котенок а точно знаю в какой уголок мне надо заглянуть когда вы себе обустроить вашу летнюю кухню она может быть открытого типа может быть закрытого вы можете повесить сюда старую списаны уже из вашей основной кухни мебель поверьте мне летняя кухня от этого только выиграет а у вас появится новый мирок дорогие мои хозяйки вы потом поймете когда вы заведете себе летнюю кухню какое-то великое благо вот вам пожалуйста вода воду провели как делать домашний водопровод копеечный буквально из ничего я вам покажу на следующей неделе оставим маленькую интригу вода приходит сюда она сюда приходит только в тем в том случае когда я здесь готовлю и так как только перестает быть заморозки мы ее подключаем весной и осенью когда начинаются стабильные заморозки мы ее выключаем поскольку она у меня надземная вода сливается и до следующего года она стоит пустая здесь у меня находится фильтр который устанавливается для того чтобы воду отфильтровать но фильтр возможно вы там и не увидите но у меня здесь в мойке там я кулечки храню средства по уборке и прочее ну короче это что же где-то надо хранить так что летняя кухня у меня обустроена по типу основной вода канализация проложена но поскольку здесь это просто помывка посуды а также помывка овощей я не мудрствовала лукаво вода вытекает просто в огород в сад и поливает растения так что ничего страшного не происходит тот мизер химии который я использую по помывке посуды растениям не вредит так что не переживайте можете сделать точно так же так что посильный полив в саду за счет помывок в летней кухне что еще полезно и и здесь иметь коль я здесь полгода соответственно вот вам пожалуйста дорогие мои друзья холодильник это очень удобно летнюю кухню надо обустраивать это абсолютно правильно как как мини кухню или так сказать зеркальное отражение вашей основной кухни вот все что у вас есть и что вам полезно и то что вы используете например зимой вот комбайн он переезжает например на зиму он переезжает в основном дом а когда я готовлю в летней кухне он соответственно переезжает вместе со мной сюда но это не так трудно сделать когда заказался стол я не сказала я попросила вторую дополнительную полку для чего она нужна но вечно вот эти кастрюльки казанки я очень люблю толстостенную посуду и почему я ее люблю будем говорить отдельно сейчас не буду вот сковородки основные ложки вилки и прочее это все должно быть у меня в поле зрения когда я готовлю вы можете это сделать по другому красиво вложить в это деньги но помните я это собиралась того что было поэтому меня устраивает и такие вот подходы к этому вопросу тем более напоминаю это не публичное место я не приглашаю сюда гостей вы сейчас улыбнетесь скажете а она не приглашает гостей сразу тысячи людей это увидит но поверьте мне они увидят не то как сделано у меня а поймут что идея летней кухни в любом частном секторе должна быть реализована я к этому призываю вот надо мной горит свет электричество здесь тоже должно быть поэтому помните пожалуйста что когда вы закладываете основной дом очень мудро устраивать планирование из своих дополнительных объектов сразу планируйте о построении летней кухни вы еще скажете не раз мне спасибо дорогие мои друзья ну и конечно беседки о которой мы с вами уже говорили на холодильнике у меня махоловки стоят это опять же я уже ее показывала и здесь она у меня стоит надоедливая насекомая сейчас август они особенно просто чувствуют что уже как говорится скоро жизни их конец они особо рьяные вот для них это тут у у меня приготовлено они прилетают поджариваются и на этом все заканчивается теперь пройдемся дальше дорогие мои друзья здесь у меня так сказать маленький мой рабочий кабинет без него какие могут быть собственно говоря у меня жизнь ноутбук я ждут полгода поэтому и ноутбук переезжать со мной я же должна периодически хотя бы знать что вы мне уже набрали меня а вот что то там написали насчет написали еще раз торжественно извиняюсь я бы рада всем отвечать у меня просто красные телефоны вайбер электронная почта все я ведь не случайно говорила дорогие мои друзья что моя трудовая деятельность по созданию гороскопов она в основном касается зимы весь летний период мне катастрофически некогда у меня и частный сектор в городе у меня частный сектор за городом я просто физически не могу заниматься тем что будет выглядеть безответственно вот я взяла гороскоп в работу а у меня что-то произошло произойти у меня может все что угодно в этом году слава богу на происходило всего всякого и разного а вот так что могу вам сказать что он к нам кто-то приехал сейчас я прервусь на секундочку а потом обязательно продолжу и он мужик дорогие мои друзья говорила что у меня летняя кухня это как бы слепок с основной вот все что мне нужно полезно интересно радостно я и в летней кухне это все установила из радостного вот телевизор это собственно говоря мелочи приятно поскольку я тут много копаюсь что-то делаю соответственно телевизор мне всегда что-то бубанит я всегда в курсе дела ну и кондиционер без которого это жару переносить категорически нельзя так что смотрите техническое неказистое весьма так сказать не презентабельное помещение вдруг плавно превращается вполне комфортно и для меня функционально скажем так даже вентилятор себе поставила чтобы тот он не обдувал воздух так что с другой стороны дорогие мои друзья вы можете на свой вкус все обустроить вот здесь у меня коль это у меня кабинет и рабочее место я попросил установить не розетки поэтому в летней кухне однозначно должен быть цвет без этого это уже как говорится дело не пойдет ни один прибор здесь работать не будет вот ну и вот наконец-то старому шкафу который мы собирались было выкинуть но летняя кухня она всегда какой-то старую мебель просто ждет вот я из него умудрилась сделать вместо того чтобы выкинуть очень полезны для себя вещи у меня здесь вот соковарка стоит тут вам микроволновка вот запчасти так сказать дополнительно от моего комбайна так что дорогие мои друзья я вам постыдилась бы показать свою летнюю кухню если бы не причина одна я очень хочу чтобы вам было комфортно и на вашей даче если вы там проживаете или в частном секторе поэтому еще на стадии планирования такая вещь как летняя кухня должна быть запланирована дорогие хозяйки нажимайте на своих мужей растолкуйте им почему вам это остро нужно и потом вы всегда меня будете вспоминать добрым словом сколько здесь закрыто тон консервов домашних сколько здесь всего было приготовлено и сделано за эти все годы я просто затрудняюсь вам сказать но поверьте мне дорогие мои это большая красота потому что натрудившись в летней кухне я прихожу в дом основной и там просто отдыхаю мне уже не надо не намывать посуду ничего делать потому что я там просто не успела ничего испортить я готовлю полгода в летней кухне с вами была елена дорогие мои друзья я попрощалась с вами но решила вернуться потому что забыла сказать почему у меня над столом в летней кухне расположено зеркало вот вы видите в глубине светится экран это работает телевизор для того чтобы не отвлекаться и видеть изображение с экрана перед собой я повесила зеркало и в зеркальном отражении всегда вижу что происходит смотрю кино свои любимые передачи готовлю и при помощи зеркала имею возможность рассматривать то что находится у меня за спиной с вами была елена воспользуйтесь это очень интересное ноу-хау я Продолжение следует...